Так, ну, здравствуйте. Рад вас приветствовать. Значит, мы начинаем с вами наш курс машинное обучение 1 называется. Он будет в первом семестре у нас осенью. У кого-то он продолжится потом весной, машинное обучение 2 будет. Вот вести его буду я. Ну, вроде мы с вами всеми знакомы более-менее, но на всякий случай представлюсь. Меня зовут Евгений Соколов. Я ваш академический руководитель из тех, кто на ПМИ. Кто не на ПМИ, но я вот просто преподаю машинное обучение. Давайте я расскажу сначала какие-то технические детали про курс, что вас ждет вообще. Вот, а потом будем уже переходить к делам. Значит, ну, во-первых, материалы. У нас есть вики, кто не знает, wiki.cs.hse.ru. Там есть машинное обучение 1. Вот, это страничка, значит, такая. Там все материалы будут выкладываться. Еще там есть ссылка на канал. На канал подпишитесь обязательно. Значит, там все объявления будут важные. Ну, вот. Ну, Михаил, что вы троллить? Я, скорее, для тех, кто пришел извне. Мало ли, да, всякое бывает. Вот. Ну, и записи, может, кто будет смотреть потом. Ну, вот. Значит, как у нас будет устроено оценивание с вами? Значит, формула оценки у нас следующая. Значит, итог. Это у нас округление. И у нас будет 4, значит, вида развлечений с вами. Да-да, сделаю оговорку. Вот я люблю, значит, писать на доске или на планшете. Да, я слайды не очень люблю на этом курсе. У меня, на самом деле, почерк неплохой. Просто я все лето не практиковался, поэтому испортился. Но он выровняется, я обещаю. Станет лучше. Вот. Но если я буду писать какие-то совсем, значит, лагает, говорите, да. Извините, я тут в Воронова, тут связь может подводить иногда. Да, вы говорите, если что, я повторю. Так вот. Значит, почерк исправится, короче. Я вот к этому. Так вот, значит, что мы делаем? У нас 4 развлечения. Первое развлечение, которое у нас будет, это, конечно, домашние задания. У них вес 40%. Их будет у нас, скорее всего, 7 штук. Они большие, делаются на питоне, практически домашние задания. Мы будем выдавать их каждые 2 недели. Вот. Обычно из-за них больше всего бухтежа у студентов, потому что они сложные. Ну, как бы, ну, а где легко сейчас? Дальше. Дальше у нас будут проверочные работы. Значит, проверочные работы имеют вес 15%. Они проводятся на семинарах. И мы будем предупреждать заранее о них. Пишутся на листочках. Ну, если в онлайне у нас семинары будут, кто знает, что нас ждет опять же этой осенью, да, то там придумаем что-нибудь. Ну, короче, это такие проверочные на знание материала последних занятий. То есть, вот я вам буду говорить, что, значит, будет проверочная, повторите там лекцию номер 3 и 4, будут вопросы. Вот вы повторяете, там вопросы, какие-то задачки небольшие могут быть. И вот, значит, проверочную вы написали. Ну, она, понятно, что с таким весом не особо сильно влияет на итог. Ну, типа, что там, полтора балла, да. Но, как бы, это стимулирует вас повторять то, что происходит, не откладывать на потом. Еще у нас будет контрольная работа. Контрольная работа письменная на лекции. Она у нас будет где-то в конце ноября, начале декабря. Обычно она туда попадает. Я вам дам нулевой вариант контрольный. Я вам пришлю список вопросов для подготовки. Начинается такая вот очень сложная, контрольная по машинному обучению будет. Там будет несколько вопросов на понимание теории, будет несколько задач на посчитать, похожие на то, что будет на семинарах. Ну, в общем, это такая вот штука, чтобы вот вы прямо перед нами сели и продемонстрировали свои, так сказать, знания. И, наконец, у нас будет экзамен. У экзамена вес 0,3. Экзамен проходит в сессию в конце декабря в таком же формате, как и контрольная, письменная, там 4-5 заданий на теорию, посчитать что-нибудь. Значит, такие вот, такая вот формула. При этом мы практикуем автоматы, значит, потому что все-таки курс больше практический, да, что вас там на экзамен гонять. Поэтому у нас есть такое правило, значит, по поводу автоматов. Если у вас, значит, вот эту вот штуку, в эту часть оценки, если поделить на 0,7, мы называем накопом, накопленной оценкой. Ну, типа, все без экзамена. И вот если у вас накоп больше какого-то порога, там, Т1, назовем, да, и контрольная больше или равна какого-то порога Т2, то вы получаете автомат, то есть вы в итог получаете накопленную оценку. Ну, то есть итог равен накопу. Вот. Пороги Т1, Т2 уж позволю себе объявить попозже. Обычно я их говорю там недолго до сессии. Не потому что я вредный, а потому что я накопы ваши, не знаю, до конца, в более раннее время. И, значит, ну, мне нужно понимать, какие пороги ставить, чтобы вы все не пришли на экзамен. Обычно Т1 и Т2 равны примерно 6, вот. Но посмотрим. Ну, да, да, итог равен округленному накопу, но давайте не будем душнить, поэтому, да. Не, а у нас обычно экзамен идет там четверть студентов максимум, так что у нас даже будет больше автоматов, чем на АКОСе, но я не думаю, что вы назовете это халявой. Вот. Спрашивали, когда будет первая домашка, я думаю, на следующей неделе. Вот. Такие дела, такие дела. Значит, курс сложный. То есть получить десятку здесь, это некоторая такая статусная история. То есть вот студенты, которые у меня на МО1 получили 10, это вот, ну, я прям уверен, что эти люди топовые в этой области, что их можно потом звать там преподавать, я могу их советовать работать куда-то и так далее. Сложный он, потому что довольно большие домашки. Ну, я считаю, что вы должны попробовать все, что мы обсудим на лекциях и на семинарах, поэтому у вас будут домашние задания, где прям вот вы там с какими-то данными реальными будете работать, там, библиотеки использовать, модели обучать, эксперименты ставить. Потом все-таки, ну, у нас же не ПТУ, в конце концов, поэтому я пропагандирую, что вы должны написать руками основные методы, которые мы изучим. Поэтому у вас будут домашние задания, где вы там обучение градиентным спуском с нуля будете писать, там, обучение дерева с нуля, градиентный бустинг с нуля будете писать. Это очень важно для понимания, вот, пригодится на заводе потом. Поэтому вот, значит, много работы, вот, материал, в принципе, сам по себе несложный, то есть там, если вы пережили терверм от стат, то, конечно, то, что у нас тут будет происходить, это сильно проще, да, тут у нас не будет теорем никаких, откуда им взяться в машинном обучении. Вот, скорее будем разбираться с, там, интуицией какой-то, которая за методами стоит, ну и так далее. Еще скажу, что, ну, в сравнении с ОМВ, ну, у нас менее, сильно менее математичный курс. То есть у нас сложнее, сильно сложнее практическая часть, но проще математическая. Так вот, и последнее, что скажу, ну, курс обязательный, да. Про это возникают какие-то вопросы время от времени, но все-таки, ну, не переубедите меня, да. Не потому, что я люблю, там, машинное обучение рассказывать, он обязательный, потому что, ну, это становится, правда, таким очень важным инструментом. Неважно, куда вы пойдете работать, велики шансы, что рано или поздно, например, ваше руководство вам придет и скажет, что вот, дорогие друзья, нам нужно вбухать кучу денег в то, чтобы внедрить, значит, там, искусственный интеллект в наши процессы. Ну, а вы вот после нашего курса сможете, значит, аргументированно объяснить, почему не нужно это делать, да, почему это не сработает. Вы можете столкнуться просто с тем, что ваши смежники что-то делают на работе, опять же, и вы сможете понять, что они делают, сможете, там, объяснить им, что это не нужно, сможете, там, внедрить потом то, что они напрограммируют и так далее. В конце концов, если вы наукой будете заниматься, тоже машинное обучение может возникать где угодно, и будет здорово, если вы поймете, что вашей сдаче вот такой инструмент тоже понадобится. В общем, знание основ машинного обучения – это часть эрудиции в компьютерных науках сегодня, поэтому, ну, никак. Вам концепция, что все довольно так эвристично, может не нравиться, но все-таки изучить надо, через полгода я от вас отстану, потом можно уже про это дело забыть. Вот, какие-нибудь вопросы, может быть, по организации. А, да, самое главное не сказал. Еще две штуки. Значит, первое. У нас записи всех лекций будут, конспекты есть к каждой лекции, к каждому семинару, поэтому, если что, там, если вам, ну, плохо информация воспринимается на слух, то ничего страшного, можно читать. Есть вот онлайн-курс, я его записывал, где я, примерно, то же самое рассказываю, только более просто. Так что полно способов, как это изучить. На лекции ходить не обязательно. Еще один момент про формат наш. Да, вот, ну, как я говорил, сегодня я в Воронова, да, вопрос у нас тут выезд нашего департамента, поэтому я вот не смог вам очно прочитать лекцию. Но вообще я буду стараться читать очно из аудитории с такой же трансляцией в Zoom. Вот. Так что я надеюсь, что мы с вами увидимся. Что такое ОПР? Это проверочные, вот, домашние знания, проверочный контрольный экзамен, формуле оценки. Вот. Спрашивают, сложнее ли машинное обучение 2? Ну, мне кажется, да, но другим виднее. Хорошо. Еще вот есть вопрос, есть ли группа с онлайн-семинарами? Да, есть. Ну, мы на Вике заполним это дело, там будет видно. На лекции очно ходить можно. Ну, я же говорю, я из аудитории буду. То есть я вас буду предупреждать, если лекция очно, я вам напишу, что вот в такой-то аудитории она, приходите. Вы приходите, если хотите, можете в Zoom подключиться или запись потом посмотреть. Что еще, что еще, что я мог забыть? А, вот, про дедлайны. Тоже важно. Значит, у нас по домашним заданиям будет два дедлайна. Мягкий и жесткий. Значит, если вы сдаете домашнее задание до мягкого дедлайна, то, ну, вот, сколько получили, столько и получили. Если вы сдаете после мягкого, но до жесткого, то за каждый день просрочки вы получаете минус балл. Вот, то есть вот на этом вот интервале, то минус один балл за каждый день. Вот, ну, то есть можно, вот, значит, немножко себе продлить сроки вот такой ценой. Но, при этом, мы же все знаем, нет, в минус уйти нельзя. В минус уйти нельзя, как, в частности, потому что жесткий дедлайн обычно там через 7 дней после мягкого. А, ну, хотя ладно, ну, нет, в минус нельзя. Так, в минус нельзя. Но, ну, мы все знаем, что дедлайны переносить можно, да, вы любите это делать. Но вот я очень не хочу переносить дедлайны, поэтому мы вместо этого, значит, предлагаем вам вот такую схему, что два раза за наш курс вы можете себе, ну, скажем так, отменить мягкий дедлайн. Значит, два раза можно сдать после мягкого дедлайна. Мягкого. Да, блин, что-то я, у меня руки заплетаются просто, я не знаю, может, потому что спал мало. Значит, после мягкого дедлайна можно сдать без штрафа. Вот, то есть вы можете сказать, что вторая домашка жутко сложная, я вот пользуюсь этим правом. Я сдам, типа, вам там в день жесткого дедлайна, и вы меня не штрафуете за это. Хорошо. Рассказать о срочке можно ближе к сессии, да. То есть если вы, скажем так, сдали там много домашек после мягкого дедлайна, ну, вы там ассистенту сообщите, просто когда время придет, где вы пользуетесь этим правом. Так-то мы все проверим. Куда сдавать домашки, мы вам сообщим позже, вы не таск. Всего домашек будет семь. Можно ли часть задачи отправить до мягкого дедлайна, другую после? Нет. Ну, то есть, нет, вы можете сдавать несколько раз домашку, но ассистент вас спросит, какую версию проверять. Проверять много версий ваших домашек, ну, мы не можем, понятное дело, да. Это все-таки слишком трудозатратно. Семинары в записи, ну, которые в онлайне будут. Очные семинары мы записывать не будем. Но, например, у нас же были годы, когда курс проходил полностью дистанционно. И, например, там из моей группы есть там все записи семинаров. Так что можно там, я вам могу ссылочки дать на плейлисты, посмотрите там. Вот. Значит, и да, вот уточнение дам, что вот здесь вот это все равно до жесткого дедлайна. То есть, ну, вы не можете сдать первую домашку перед сессией, да. Вы можете сдать первую домашку до жесткого дедлайна без штрафа. Мои семинары в записи, ну, есть в прошлых лет, да, опять же, там, напишите, я вам пришлю рейлист. Вот, теперь вроде бы все рассказал, да. Вопросов нет каких-то? А, где найти курс? Значит, вы про онлайн, да? На Вики есть ссылка. На Вики есть ссылка, называется «Основа машинного обучения» на OpenEd. Опоздание на минуту минус балл? Ну, да, все-таки мы тут строгие. Если вы опоздали на минуту, то минус балл, но надо же в дисциплине вас приучать, да. Вот. Так, значит, можно ли перенести дедлайн на две недели, используя два шанса? Нет, не так работает. Вы можете как бы передвинуть мягкий дедлайн к жесткому, да. Два раза это для одной домашки непонятно, что означает. С какой скоростью будут выкладываться записи? С высокой. Ну, я же говорю, записи лекции стараюсь выкладывать сегодня или завтра. Я их сам выкладываю, чтобы не напрягать никого. Везде оценки от 0 до 10? Да, везде от 0 до 10, да. Консультации будут, у меня на личной страничке есть мои консультационные часы. На них нужно заранее записываться, вы можете написать мне. На самом деле это условность. Вы можете просто мне написать, сказать, хочу типа созвониться, вопросы есть. Ну, договоримся, когда мы созвонимся. Конечно. Ну, плюс ассистенты есть, там семинаристы, вот и все. Полезно ли смотреть онлайн-курс? Нет, бесполезно. То есть, скорее вот, если вы, скажем так, слушаете меня и все понимаете, онлайн-курс точно не нужен. Если вы слушаете меня и не понимаете, хотите, чтобы просто то же самое, по-другому объяснили, тогда онлайн-курс имеет смысл сходить. Вот. Опенеду умерло. Слушайте, ну, обещали как-то вас подключить к этому курсу. Я не знаю как, но что-то вам на лично, на корпоративной почве должно прийти какая-то ссылка. Может быть, это будет не Опенеду, а что-то еще. Но что-то должно быть. Вот. Как этот курс относится с машинным обучением один в шаге? Ну, довольно близкий. Мы все как бы из одной тусовки, да. Вот. У нас больше домашек. Вот. Там чуть-чуть больше математики. Но в целом мы довольно близкие. Насколько хорошо нужно уметь прогать? Ну, довольно хорошо. То есть, ну, сейчас на входе здорово, если вы умеете писать на питоне, но дальше вам придется освоить библиотеки разные, придется там освоить векторизацию в NumPy какой-нибудь и так далее. Вот. Но, в принципе, если вы сейчас просто знаете питон, по ходу дела вы научитесь всему, что надо. Какие требуются знания? Ну, как бы я... Ну, питон нужно знать, да. Если не изучали, там, если вы из пилота, например, да, по программированию, ну, уверен, что вы быстро освоите. Это несложный язык. Из математики здорово, если вы знаете линейную алгебру и матанализ. Мы будем много пользоваться оттуда штуками всякими. Термермодстат у нас возникнет под конец и довольно в небольшом количестве, но возникнет тоже. Бонусов? Нет, бонусы есть. У нас будут бонусные задачи в домашках. Мы любим давать вам разные бонусы. Там будут нормальные бонусные задания, где нужно что-то сложное сделать. Бонусы можно будет прибавлять к другим домашкам, к проверочным. Ну, мы про это вам напишем. Вот. Еще мы будем давать вам в домашках бонусы социализ... Извините, я заговариваю, социализационные. Потому что, ну, вот в чем проблема, значит, IT-направлений, да, что студенты там интроверты. Ну, вот мы будем вам очень небольшие бонусы, но, тем не менее, бонусы обещать в домашках. Если вы там, не знаю, с группой куда-то сходите и сфоткаетесь вместе, вот. Или там еще что-нибудь. Ну, я как бы уж понимаю, что это не совсем про машинное обучение, но, как академический руководитель, считаю, что имею право так делать. Вот. Стимулировать вас к такому. Вот. Значит, можно ли подключиться к онлайн-курсу студентам других направлений? Ну, все, кто записан на МО1, будут подключены к онлайн-курсу. В остальном, ну, напишите мне, разберемся, как это можно сделать. Общий канал есть. Вот я дал ссылку на Вики. На Вики есть ссылка на него. Сколько часов нужно выделять на домашние задания? Очень зависит. Но я бы сказал, что на одну домашку, ну, типа, там, 3-4 вечера придется уделить точно. А может быть и больше. Помогут ли на этом курсе знания основ матричных вычислений? Они помогут, но если вы не изучали матрицы, ничего страшного. То есть, просто я все объясню все равно. Просто, ну, у вас уже будет интуиция готовая, если вы матрицы вслушали. Значит, теор-домашки. Значит, тоже, да, хороший вопрос, Тимофей. Теор-домашки будут, но они не сдаются. То есть, я вам буду выкладывать теоретические домашние задания. Вы их можете прорешать, можете не прорешать. Какой у вас стимул их решать? Во-первых, я могу давать задания оттуда на проверочную. Во-вторых, теор-домашки очень неплохо коррелируют с контрольным экзаменом. То есть, если вы прорешаете теор-домашки, вы будете лучше готовы к этим формам контроля. Вот. То есть, будет, но это на добровольную прорежку. Проверочных будет штуки 4. Вот. Ссылка на заявление на отчисление отсутствует. Разборы теор-домашек. Ну, во-первых, есть затеханные теор-домашки прошлых лет. Вы можете попросить ассистентов или семинаристов пошарить. То есть, затеханные решения. Во-вторых, опять же, можно попросить семинариста или ассистента. Вам разберут, конечно. Проверяться теор-домашки не будут. Все. Значит, мы уже 20 минут с вами говорим про орг-вопросы. Я думаю, что нужно заканчивать. Если будут еще какие-то вопросы, есть чат. Значит, я... Ну, вам семинаристы сделают еще чаты групп. Можно там вопросы задавать тоже. Вот. Давайте уже переходить к делу. Давайте приступим. Да. Значит, еще раз скажу, что... Ну, вас много. Вот. Я один, как говорится. Поэтому, ну, не обессудьте, если я не буду успевать отвечать на все вопросы. Вот. Но если я на что-то во время лекции не ответил, то не стесняйтесь потом прийти, там, в личке, в Телеграме у меня спросить. На всякий случай мой Телеграм, если кто не знает. Вот. Можно мне написать, расспросить. Я стараюсь вам отвечать. Можно меня пинговать. Если я вам сутки не отвечаю, можно меня напомнить. Вот. Вот. Чат есть, на Вике есть ссылка, да. Ну, все. Поехали. Значит, давайте будем разбираться с вами, что такое машинное обучение. Сегодня у нас лекция такая вводная. Введем какие-то основные понятия, обсудим общую концепцию. Но сначала давайте я попробую вам объяснить, а вообще, чем мы будем заниматься. Вот. Ну, что это такое на пальце. Ну, вот смотрите. Мне очень нравится такая задача. Машинный перевод. Задача, в которой вам дается текст на русском языке, вам нужно перевести его на английский, например. И вот, если вы разумный человек, то, когда вам такую задачу ставят, первое, что вам должно прийти в голову, там, на уровне интуиции, это, типа, ну, давайте придумаем какой-то алгоритм, который будет как-то переводить. Типа, люди же как-то переводят, да. Ну, вот давайте и мы тоже сейчас что-нибудь там посмотрим, как переводчики работают, и из них какие-то достанем правила. Ну, если идти таким путем, это можно делать. И, собственно, таким путем шли люди, когда только брались за эту задачу. В итоге они пришли к штуке, которая называется правиловый машинный перевод. Rule-based machine translation. Там тема такая. Так, вот мне говорят, что опять немножко лагает, да, сейчас лагала связь, да? Или нормально? Лагает. А сейчас лагало, а сейчас норм, да? Ну, хорошо. Значит, вот, когда, значит, что такое правиловый машинный перевод? Значит, во-первых, давайте возьмем какой-нибудь словарь. И будем по этому словарю переводить отдельные слова. Во-вторых, давайте напишем какие-нибудь правила. Правила там в духе, что если там в русском языке у нас есть там существительные прилагательные в каких-то формах, ну, формы это род, число, падеж, то в английском они будут в таком-то порядке стоить, в таких-то формах. И вот посадим там лингвистов писать нам эти правила, словари загрузим, значит, нашу программу. И вот дальше будем переводить тексты вот словарями и правилами. Ну, вот, да, собственно, правильно сказали. Была такая, опять сильно лагаю, да, блин, конечно, неприятно, неприятно. Подводит тут Wi-Fi. На каком моменте я вам стал рассказывать с жуткими лагами, скажите? На формах слов. Камеру? Не, ну, камеру выключать как-то не хочется. Хорошо, значит, давайте повторю. Если что, я записываю локально, поэтому в записи этих лагов быть не должно. Да, ну, мы же тут с вами собрались, чтобы синхронно поговорить. Значит, итак, сейчас нормально слышно, да? Ну, будем считать, что нормально. Нет. Камера не прогружается. Вот, теперь норм. Да, конечно, не дело. Совершенно не дело. Сейчас я подумаю, может, какая-нибудь другая сеть есть, которая может нас спасти, но что-то не особо. Ну, ладно. Попытаемся еще раз. Так вот, значит, спрашиваете, давайте пока вот отвечу на отстраненный вопрос. Почему время 9.41 до 9.01 января? Я не знаю. Когда экран айпада шаришь, он вот это время показывает. Вроде там есть какая-то байка, почему вот оно, но я ее не помню, если честно. Так вот, значит, я это к чему? Год основания, Apple, ну, может быть. Короче, значит, когда пытались вот изначально решать задачу машинного перевода, первая идея, которая была, это вот, собственно, переводить по словарю и какими-то правилами вот такими. Ну, там, правила, которые говорят, как нам слова там, какие формы ставить. Значит, помните вот, ну, хотя вы, наверное, не помните, вы не застали, но вот такая программа была Prompt, да, и вот есть много мемасов, которые, значит, это породило. Ну, в частности, там всякие переводы фраз из GTA, типа там потрачено, да, или там охладить, значит, кое-что. Вот, и много-много других мемов имеется на эту тему, да, прохладная история, да, вот все. Вот, короче, хреново переводило. Поэтому стали искать какие-то другие подходы, и вот другая идея заключается в следующем. Вот давайте, значит, мы с вами придумаем какую-нибудь функцию f от x, которая, ну, вот я пока скобочку чуть подальше поставлю, значит, какую-то функцию, которая на вход принимает текст на русском языке, а выдает нам текст на английском, да, то есть вот как бы x, аргумент, это текст на русском языке. Это в целом уже должны вызвать у вас вопросы, то есть что это такое функция, которая принимает на вход текст, это как вообще, да, а как она выдает текст, непонятно. Ну, вот представьте, что мы придумаем, да, мы там с вами преисполнимся в математике, и вот изобретем какую-то формулу, которая текст в текст переводит. И у этой формулы, у этой функции, допустим, будут какие-то параметры, давайте тетой назовем. И вот идея такая, значит, вот у нас есть какая-то функция, у нее есть там параметры, можно эти параметры подобрать, значит, как-то по-разному. Дальше давайте соберем большое количество данных, большое количество примеров того, как надо переводить, то есть какой-нибудь текст 1 на русском языке и его правильный перевод на английский. Ну, например, это там «Война и мир» на русском, «Война и мир» на английском. И вот таких пар текстов я соберу очень много. Тут спрашивают, что такое «Х». «Х» — это текст на русском языке, то есть функция, которая принимает на вход текст на русском, выдает текст на английском. Так вот, значит, вот я собрал много таких текстов. Много, это называется параллельный корпус, а каждый текст называется параллельным текстом, ну, потому что вот у меня текст на русском, и его правильный перевод на английский. Вот. И теперь давайте я попробую подобрать вот эту тету, вот этот параметр. Значит, подбираем, чтобы вот на этих моих примерах, вот на этой выборке, на этом наборе данных, у меня качество было получше. Чтобы качество вот тут было получше. То есть, значит, что такое правильно, это отдельный вопрос, Юрий, мы его сейчас не затрагиваем, да, то есть, значит, это уже там про какие-то более, там, значит, старшие курсы речь идет, да, как там сравнить тексты. Пока можно считать, что пословно. То есть вот если они, значит, совпадают прямо один в один, то замечательно. Если там не один в один плохо, так вот, значит, то есть, идея такая, что мы придумываем какой-то класс функций, и в этом классе ищем такую, которая хотя бы на наших примерах работает хорошо. И надеемся, что потом на новых текстах она тоже будет давать хорошее качество. Вот в этом идея машинного обучения как раз заключается. То есть, мы пытаемся подобрать какую-то функцию по конечному набору точек, по конечному набору примеров каких-то, чтобы она там работала хорошо. И оказывается, это правда классный подход. Мы, конечно, да, я рассказал сейчас очень так интуитивно и много вопросов, что это функция, как качество измерять, да. Сейчас мы с вами постепенно про это будем разговаривать, да, конечно. Но вот как бы пока я просто идею хотел донести, что вот мы по какому-то набору примеров будем строить функцию, причем так, чтобы она на новых примерах тоже давала неплохое качество. Ну, собственно, вы жаждете формализации, да, поэтому давайте этим займемся. Значит, итак, у нас в любой задаче есть то, что мы анализируем, вот как бы, что подаем на вход нашей функции. Вот то, что на входе, это называется объект. Ну, по-английски там example, например, говорят. Там есть много разных названий, но вот это один из. Значит, это то, что на входе, обозначается обычно это буквой x, но в нашем случае это там текст на русском языке. Ну, при этом вот я согласен, как-то, наверное, пример такой пока сложноватый нам, чтобы ввести все формальности, поэтому давайте придумаем какой-нибудь более приземленный пример. Пусть это будет оценка стоимости дома. То есть вот давайте вот такую задачу с вами возьмем и на ее примере будем разбирать. Представьте, что вот у меня есть квартира какая-то, и я хочу по ее описанию определить ее рыночную стоимость, ее цену. Да, пусть будет так. Ну, и вот, значит, в этом случае, если у нас такая задача, то вот объектом будет квартира. Вот мы ее анализируем, она приходит на вход. Если мы там вот будем анализировать с вами, ну, работать с задачей машинного перевода, то объектом будет текст на русском языке, ну и так далее. Хорошо, это первое. Значит, давайте подкрасим. Это объект. Дальше. То, что на выходе, ну, типа то, что предсказываем, это ответ или целевая переменная. По-английски target называется. Ну, это вот как бы в нашем случае цена квартиры. Да. Тут забавный факт от Юрия. Последний раз 9 января было четвергом в 2020. Что ж, приняли во внимание. Спасибо. Итак, получается, что есть объекты, есть ответы. По объектам предсказываем ответы. Ответы буквой Y обозначаются обычно. При этом есть еще такое вот, значит, ну, еще в дополнение такие два термина. Вот как бы X красивая, вот так вот, это у нас будет пространство ответа. Точнее, пространство объектов, простите. Это как бы все возможные объекты, которые, вот, в принципе, могут у нас быть. И по множеству всех квартир, да. Конечно, сложно еще такое представить, но да. Да, собственно, вот. Да, спасибо, Никита. Значит, в это X, оно обозначается, называется ажурным шрифтом, вот как оно пишется. В латехе это пишется как мат ББ, ну, узнаете, если надо будет. Y красивое, это пространство ответа. То есть, множество всех возможных ответов, которые могут быть. Значит, в нашем случае пространство ответов это R, действительно и числа. Ну, потому что любое число может быть ценой квартиры. Ну, вообще говоря, любое неотвестительное число, да, но пусть будут все вещественные числа. Хорошо. Значит, разобрались с этим. Идем дальше. Дальше, как я вам говорил, идея машинного обучения в том, что мы будем по каким-то примерам восстанавливать закономерность. Поэтому нам нужны какие-то данные. Вот те данные, которые мы будем использовать, называются обучающей выборкой, обозначаются буквой X большое. И это записывается вот так. Ну, давайте даже вот так запишу. Это набор пар каких-то объектов и ответов на них. И этих пар у нас будет L штук. То есть, L это размер выборки. Вот опять же, я всегда студентам говорю, что вот главное, что вы можете вынести с этого курса, это вот то, что писать вот в латехе просто L плохо. У вас будет вот что-то такое получаться, похожее там на, не знаю, единицу, I и так далее. Вот как бы настоящие математики пишут, значит, бэкслэш EL. Вот. И вот я тоже EL пишу. Вот так. Если вы будете вот так набирать тексты, у вас карма повысится. Так вот, значит, X большой, это обучающая выборка. Включить курсив, нет, Марк, не вариант, не сработает, не поможет. Значит, X обучающая выборка, ну и вот тоже то, что нам нужно иметь. Вообще, вот как бы, мы тут с вами, поскольку все математики, да, и разбираем самые основы, мы будем считать, что обучающая выборка, как правило, у нас есть, да, то есть, там большинство задач, которые мы будем решать, в домашках, вам уже будут даны, будут даны какие-то объекты с правильными ответами, и мы будем с ними работать. Но вообще, в реальных проектах, когда вы, там, ну вот, где-то там в компании работаете, пилите что-то, сбор обучающей выборки, это обычно очень долгий этап. То есть, придумать, откуда вам взять, в нашем случае, квартиры, для которых мы знаем правильные ответы, хороший вопрос. Ну вот, давайте, вас спрошу, вот как думаете, вот, если вот вам сейчас пришлось собрать обучающую выборку с ценами квартир, куда бы вы пошли, что бы вы стали делать? На ЦИАНе. Ну, это плохая идея, потому что на ЦИАНе же никто эти объявления не проверяет в том плане, что, может быть, там цена одна, а потом продали по другой цене, да, это может быть неправда написано. Уже закрытые сделки. Может быть, но опять же, может там просто кликнули, что типа закрыть объявление, но цена все равно была другая. Конечно, можно. Ну вот, да, вот дальше там в БТИ позвонить, значит, да, там как-нибудь достать данные Росреестра. Можно, да, это уже лучше. Достать нужно, да, договариваться нужно, там, или какие-то опишки разговаривать. В общем, много вопросов возникает на самом деле, и реально там есть чем позадиматься для того, чтобы данные собрать. Это очень много тут моментов есть. Но, с другой стороны, этому и научиться очень сложно, потому что в каждой задаче обычно это по-своему делается, нет каких-то общих подходов. Ну, ладно, идем дальше. Значит, обучающая выборка у нас есть. Теперь, да, ну, собственно, да, в чате реклама курса про сбор и обработку данных, да, собственно, там, Талака и прочие краудсорсинги, это отличный способ собирать обучающие выборки. сегодня они очень широко используются. Так что, вот, кому интересно, есть курс по выбору, приходите туда. Сбор и обработка данных для машинного обучения, по-моему, называется. Вот, Кирилл говорит самому придумать цены, опираясь на интуицию. Ну, тоже вариант, но тогда, как бы, алгоритм будет обучаться на вашу интуицию, а не на реальную жизнь. Несколько чревато, конечно. Хорошо. Идем дальше. Значит, дальше, вот, мы тут обсудили с вами, что есть объекты, иксы, но эти иксы, это пока что довольно абстрактная, то есть, ну, вот, квартира, что нам с ней делать? Компьютер отправить, ее смотреть, что ли? Ну, пока так не умеют вроде. Вот, нам нужно какое-то описание наших объектов. Собственно, для этого придумали признаки, или факторы, их еще называют, или фичис по-английски. Иногда их называют фичами, но вот кто на МОПе, вас на научном семинаре будут по губам бить, если вы будете фичами называть, значит, это дело, признаки, в лучшем, в худшем случае факторы. Так вот, это какие-то характеристики вашего объекта. Я знал, что вы спросите, чем будут бить по губам? Рукой. Да. Так вот, значит, это какие-то характеристики объекта. Значит, это записывается обычно вот так, что у вас есть какой-то объект x, и его признаки, это там x1 и так далее, xd. Вот d это число признаков. l это число объектов, d число признаков. Их у нас d штук, их нужно придумывать. Ну вот, не знаю, накидайте идеи, вот какие признаки про квартиры могли бы быть полезными, как думаете? площадь, число комнат, от расстояния до метро, адрес, район, этаж, наличие унитаза, справедливо. Кто застройщик? выхина или не выхина, да, пиво, продают ли рядом, видимо, наличие баров, наличие лифта, детсад рядом, капремонт, да, не все из чата толерантно будет зачитывать, да, расстояние до кальянной ближайшее, опять же, да, согласен, это очень важный фактор. Короче, вы поняли идею, признаков можно придумать много. Ну и сразу давайте немножко на эту тему поговорим, что признаки бывают разными. Значит, виды признаков. Значит, ну, самый популярный тип это числовые. Ну, то есть, понятно, у вас там какой-то признак, там, житый, это число, да. Площадь, расстояние до метро, что угодно. С ними работать проще всего и более того, там, большинство методов, которые мы будем с вами разбирать на нашем курсе, на других курсах по машинному обучению, они умеют работать только с числовыми признаками. Поэтому нам, если мы придумаем вдруг даже что-то более сложное, скорее всего, нам придется потом эти признаки, вот, которые хитрые мы придумаем, сводить к числам. Ну, мы, конечно, будем обсуждать тоже, как это делается. Собственно, что можно более, вот, бывают ли комплексные? Нет, мы же с вами не математики, тут не бывает комплексно. Ну, а если и бывают, то приходится их представлять в виде двух вещественных. Так вот, что бывает более сложное? Бывают еще, например, категориальные признаки. Что это такое? Категориальный признак, это признак, который принимает значение из некоторого неупорядоченного множества. Да, район, например, вот, да, совершенно верно. То есть, это какой-то признак из какого-то множества, там, С, которое вот просто есть, да, например, множество районов. Есть там вот Басманный район в Москве, есть там Хамовники, есть там, я не знаю, Бутово. Вот, мы же не можем их сравнить, кто больше, кто меньше, да, что значит больше-меньше для района, непонятно. Мы не можем их сложить, мы не можем их вычесть. Короче, да, конечно, множество, да, да, согласен, множество конечное, конечно, должно быть, да, согласен. Ну, мы же на компьютере тут будем все это делать, поэтому, как оно может быть, как оно может быть бесконечным, но вы поняли идею. Вот, и с ними нужно работать по особенному, типа, если это район, да, его закодировать, наверное, нужно. Ну, да, конечно, вот, Марк, вы правильно говорите, что можно сопоставить число изучения хорошестей, но это будет упрощение некоторое, мы как бы проецируем это, да, на некоторую характеристику, то есть мы как бы теряем информацию тогда. Поэтому тут есть свои способы, мы их будем обсуждать. Но есть там какие-то более хитрые еще признаки, например, там тексты могут быть какие-нибудь, могут быть изображения, там звук какой-нибудь и так далее, там упорядоченные признаки бывают. Короче, много есть разных вариантов, когда там у признаков какая-то структура появляется, с ними роволь это тоже отдельная история, тоже мы этого немножко с вами коснемся, на других курсах, при желании вы сможете изучить более подробно, как вообще с ними иметь дело. Вот Михаил правильно говорит, что, наверное, бывают булевые, как частный случай числовых, да, совершенно верно. Ну, давайте это как, куда-нибудь допишем, там типа 1.1, это бинарные. Ну, с ними работать более-менее так же приятно, как и с числовыми. Вот, короче, признаки бывают разные. Признаки бывают разные. Почему бинарные? Ну, бинарные, это еще частный случай категориальных, но бинарные все-таки можно сравнивать, да, там весь порядок какой-то, поэтому это такой очень частный случай. Да, там множество, разозначные, порядковые, ну, не будем сейчас это обсуждать, короче, много, можно разных примеров привести, но чаще всего будем сталкиваться либо с числовыми, либо с категориальными. Ну, это как бы такой вот ключевой момент. Окей, идем дальше. Дальше еще про одну, да, кстати, я вот как-то рассказываю все, да, а может у вас какие-то там возникли такие принципиальные вопросы уже? Что-то радикально непонятно из того, что я рассказываю. Вроде бы понятно более-менее, да, ну, хорошо, давайте дальше тогда двигаться. Значит, мы обсудили с вами, что вот есть объекты, по объектам мы предсказываем ответы, что у нас должна быть обучающая выборка, это набор объектов, для которых есть примеры, для которых известны правильные ответы, и обсудили, что у объектов должны быть признаки, то есть мы каждый объект должны описать какими-то характеристиками, на основе которых будем предсказания делать, и обсудили виды признаков. Вот, такой вот вопросик, x не ажурная эта матрица, ну, пока что это просто множество некоторое, точнее даже набор объектов, матрица, она станет в следующий раз, когда мы немножко уточним это дело. Ну, да, спасибо за уточнение. Так вот, значит, еще один момент, который хочу обсудить, это виды задач. Мы довольно много будем пользоваться вот такими терминами, поэтому нужно прямо сейчас их обговорить. Значит, в машинном обучении есть очень много задач, которые можно решать. И вот так сложилось, что то, как вы будете решать задачу, какие вы будете там алгоритмы использовать, как вы будете качество измерять, зависит от того, как у вас устроена целевая переменная. Значит, давайте вот, собственно, введем некоторые виды. Значит, типы задач. В машинлернинге. Первый большой класс задач, это задачи обучения с учителем. По-английски это называется Supervised Learning. Это задачи, в которых у нас есть обучающая выборка с правильными ответами. задачи, в которых у меня обучающая выборка, это иксы с игреками. Их у меня там сколько-то штук имеется. Примеры. Один, извините, заговариваюсь. Один из видов задач таких вот обучения с учителя это регрессия. Это задача, в которой у меня ответы это числа вещественные. Вот. То есть, например, вот мы предсказываем цену квартиры регрессия. Мы предсказываем там, я не знаю, сколько купят там пиво в магазине конкретно в следующем месяце. Регрессия, потому что число предсказываем. Предсказываем там энергопотребление в каком-то регионе регрессия. Вот. Короче, это вот задача, где мы работаем с числами. Если отличие от предыдущего икса, нет, вот это икс тот же самый, просто я переписал. Это тоже обучающая выборка. Вот. Почему это называется регрессия, отдельная история. Можете мне как-нибудь напомнить, как время будет, я вам расскажу, откуда это название взялось. Дальше классификация. Это задачи, в которых у нас значит, целевая переменная это какое-то конечное множество. пространство ответов это какие-то какой-то вот набор там из К вариантов ответа. Да, правильно, котики и собачки. Да, вы правы. Это вот ровно оно. Совершенно верно. Короче, значит, например, вот есть какая-то задача у нас, где нужно вот выбрать один из вариантов. Ну, допустим, да, я вот для студента хочу, чтобы мой алгоритм умный определил на какую специализацию там на ПМИ его определить. Там на РС, на МОП, там на ДИС, куда-то еще. И вот, значит, мой алгоритм, моя функция должна выдать один из этих вот там сколько у нас специализаций? Семь, да, по-моему. Один из семи вариантов. И вот, значит, это классификация, да, потому что у меня ответы, это не числа, а это вот просто один из какого-то там количества. Да, отбирали вас ровно так, конечно. Если вы там, например, да, вот если там вам приходит какой-нибудь, не знаю, я вам мем кидаю, вам нужно определить, это база или кринж, да, тоже это как бы классификация, два варианта ответа. Вот, короче, вот, пожалуйста, примеры. При этом выделяют несколько видов задач классификации. В частности, есть бинарная классификация. Это когда у вас ответов два. ну, обычно их обозначают минус один и плюс один. Например, минус один это кринж, плюс один это база, да, вот. Значит, есть многоклассовая классификация. Это когда у вас, собственно, К классов, К вариантов ответа. Есть еще классификация с пересекающимися классами. По-английски это называется multi-label. Да, блин. Ладно, однажды мой почерк станет нормальным. Multi-label classification. Это, значит, ситуация, когда у вас классов К штук, но при этом ваш объект может относиться сразу к нескольким из них. Вот. То есть, например, ну, не знаю, ну, помогите мне придумать какую-нибудь классификацию, где у вас сразу к нескольким классам объект может относиться. У меня есть какие-то банальные примеры, конечно, но болезни, значит, базой, да, базой клинш тоже может быть, да, multi-label, согласен. Ну, да, что на картинке, например, то есть, допустим, вот у вас есть, ну, да, вот несколько уже таких примеров привели, допустим, у вас есть там потребность понимать по фотографии, есть ли там человек, кот и там мотоцикл, да, вот у вас три объекта, при этом на фотографии может быть несколько из них. Ну, вот поэтому в multi-label классификации обычно вот так говорят, что у вас пространство ответов это набор бинарных векторов длины К, ну, потому что вы как бы кодируете бинарным вектором длины К, какие классы есть, каких нет. И вот, значит, вот такое у вас пространство ответов. Вот, Данил вот какой-то хороший вопрос задает, значит, если в ответе нужно проранжировать, например, спортсменов по тому, кто прибежит первым, вторым и так далее, это тоже многоклассовая классификация, просто в каждом классе по одному. Хороший вопрос. Есть несколько вариантов, как подойти вот к задаче, которую вы озвучиваете. Значит, если, можно сказать, что это просто многоклассовая классификация, да, то есть определяем, кто прибежит первым. Дальше можно строить модели так, мы это обсудим с вами, чтобы они выдавали вероятность, и мы потом просто по вероятностям каждого класса отсортируем, получим некоторое ранжирование спортсмена. А есть задача ранжирования, давайте про нее расскажу. Собственно, вот третий пример, это, из-за задачи это задача, в которой вам нужно именно отсортировать как-то ваши там объекты или ответы. То есть, значит, например, да, вам там вводят поисковый запрос, вы должны в ответ на него отсортировать, там, скажем, ваши документы из интернета. Ну, вот ранжирование, да, и так далее. Короче, тоже такое и есть, это более сложная задача, ну, вот можно и заниматься, мы там поговорим про нее уже в МО2, кто доживет. Значит, вот еще вопрос, если многоклассовая классификация это классификация, это, например, предсказание следующей свечи четыре числа сразу, это регрессия? Да, Максим, то есть, если мы предсказываем там не одно число, а четыре числа, это тоже регрессия, просто у вас многомерный ответ, да, то есть у вас целевая переменная это не число, а четырехмерный вектор, а так это тоже регрессия. Нельзя ли классификацию с пересекающимися классами рассматривать как множество бинарных классификаций? Бинарных? Ну, можно, можно свести к этому делу, да, но просто если вы рассматриваете классификацию с пересекающимися классами как типа к бинарных задач, то вы тогда не будете учитывать, что классы могут как-то у вас взаимодействовать, да, есть там такая тонкость. Ранжирование с учителем, конечно, ваши примеры там обычно есть. Ранжирование, еще раз, это вот пример. Вам вводится поисковый запрос там в Яндексе, в Гугле, и вам нужно отсортировать страницы из интернета по тому, насколько они подходят в этот запрос. То есть ваша модель не просто должна выдать число какое-то, а отсортировать все страницы. Это ранжирование. Так, что-то дам какой-то срач, идет дальше в чате у нас. Так, так, так. Ага, вот рекомендательные системы это ранжирование. Да, обычно рекомендательные системы это сводится к сдаче ранжирования. Ну вот, и есть много других еще задач. Там частичное обучение, когда у вас там половина выборки размечена, половина нет. И много-много всего еще. Короче, много есть разного обучения с учителем. Дальше. Есть обучение без учителя. по-английски это unsupervised learning. Это задачи, в которых у вас нет правильных ответов. То есть, у вас есть просто выборка, в которой объекты и все. И вам что-то с этими объектами нужно сделать. Ну вот, тоже есть много разных примеров задач обучения без учителя. такой показательный пример это кластеризация. Это когда у вас просто есть какие-то вот объекты и вы хотите, чтобы ваш алгоритм как-то их сгруппировал. То есть, сказал, что вот есть типа вот кластер, похожих друг на друга объекта, и вот есть другой кластер, похожих на друга объектов. При этом правильных ответов нет. Никита, правильный вопрос, да. Как проверять? Никак. То есть, либо смотреть глазами на кластеризацию, которая появляется, получается, и думать, типа, верю ли я этой кластеризации или нет. Похоже ли то, что я вижу на какие-то понятные кластеры. Ну, либо, да нет других вариантов. Глазами смотреть. Есть метрии качества кластеризации, но они, ну, такие, то есть, у вас же нет правильных ответов. Они могут измерить, насколько у вас кластеры там компактные, насколько они там не перемешаны между собой. Но это все такое, то есть, это не гарантирует, что результат вам пригодится в дальнейшем. Вот. Мы дойдем еще до этого. Давайте сейчас не будем на этом заотчать внимание. еще там из примеров задач обучения без учителя это, например, оценивание плотности. О чем речь? Значит, вот у вас есть, например, какие-то наблюдения. не знаю, вот у вас какие-то там по признакам есть, например, ну, представьте, да, вот, представьте, что мы хотим по внешнему виду студента, который пришел на Покровский бульвар, на наш корпус, определить, он с ФКН или импостер какой-то, да? Ну, вот как думаете, вот если мы определяем по виду студента, он с ФКН или нет, на какие характеристики нужно обращать внимание? Частота волос, да? Ну, так, значит, мешки под глазами, наличие, ноут. Да, да, да. Ну, давайте, скажем так, чисто волос и уровень запаха от этого студента. Вот, ну и представьте, значит, вот я пришел, вот мы через неделю с вами соберемся очно, да, в аудитории, и вот я там каждого из вас измерю, значит, да, вот вы же студент ФКН, вот у каждого из вас замерю длину, чистоту волос, и, значит, замерю уровень запаха, который от вас исходит, да, обнюхаю каждого, и соберу выборку какую-то, и, значит, у меня получится, получится какие-то данные, значит, допустим, вот будут студенты такие вот хорошие, у которых волосы чистые, запаха нет, вот будет много таких вот студентов, да, и будет много вот таких студентов, значит, каких-нибудь, да, и вот, значит, дальше я хочу для нового студента какого-то определить, значит, у них, вот они с ФКН или нет, как это можно сделать, я могу попробовать, значит, найти какую-то плотность, ну, в смысле, теории вероятности, плотность, значит, готов, попробую найти какую-нибудь плотность, которая хорошо описывает эти данные, ну, например, у меня будет какая-то плотность, которая будет давать высокую вероятность в этой области моего пространства признаков и в этой области, и дальше, когда мне придет какая-то новая точка, например, вот приходит ко мне какой-нибудь студент, у которого, значит, волосы, там, грязные, но запаха нет, да, и я смотрю, вероятность низкая с точки зрения этой плотности, и это не студент ФКН, то есть вот можно потом использовать вот эту плотность, которую я построил по моим данным, чтобы находить вот импостеров таких. Это вот такая большая задача тоже, мы тоже ее упомянем в МО2 уже скорее, но вот она имеется, поиск аномалии, оценивание плотности, вот такое. Хорошо, ну и там много-много всего еще тоже имеется. Есть и совсем прогрессивные в основке задач, ну, давайте про одну скажу, например, есть такое вот прикольное направление, это обучение с подкреплением. по-английски называется reinforcement learning. Что это такое? Значит, вот представьте себе, что мы с вами учимся, скажем, водить машину. Вот, как я могу машиной управлять? Базовые, как бы, органы управления, это руль, который я могу повернуть на какой-то градус, это педаль газа, и это педаль тормоза. Я могу нажать на каждую здесь с какой-то силой. То есть получается, что в каждый момент времени я могу выдать, я, если я управляю машиной, в каждом времени я выдаю три числа. угол поворота руля, сила давления на газ, сила давления на тормоз. И вот представьте, что я вообще не умею водить машину. Меня сажают за руль и говорят, типа, ель. И в каждый момент времени мне дают обратную связь. То есть мне говорят, что вот сейчас ты ведешь очень плохо, ты, типа, въезжаешь в столбы, ты там на красный проезжаешь, там, ноль баллов. В какие-то моменты, когда я еду по правилам, все хорошо, мне ставят сто баллов, например. И вот так, значит, я могу смотреть. Так, ну, вроде как-то оно поднялось. Да, извините. Что-то сломалось. Да. Ну, что ж, паузу сделали, получается. Паузу сделали. Так вот. Отвик, кто-то эти просто негодяи стучатся мне в комнату. Перестаньте это делать. Итак, значит, коллекторы, да. Разговаривали про реинфорсмент. Значит, получается, что в каждом времени я могу либо там выдать угол поворота руля какой-то, сказать, насколько я там на газ жму, на тормоз жму и так далее. Доску я сейчас пошарю, пока все равно там мне очень важно, что на ней. И, значит, мне в каждый момент времени, когда я вот машину веду, вот так управляю ей, дается, представьте себе, какой-то фидбэк. Говорят там, я сейчас молодец, веду хорошо или там плохо все и так далее. И вот я могу обучаться под это. Я типа что-то делаю, мне приходит обратная связь, я понимаю, нет, так водить не надо, надо по-другому. И вот так я постепенно могу подстраиваться, значит, вот, и у меня, вот я буду постепенно, наверное, учиться водить. И вот, собственно, идея обучения с подкреплением ровно такая, что... Да, да, ну вот видите, вот уже нам интернет намекает, что пора лекцию заканчивать, к сожалению. Вот. Да я с телефона зашарил, тут и телефон плохо ловит. Вот. Да. Коллекторы, видимо, ломятся. Я не знаю, тут Воронова отрубили, значит, Wi-Fi, видимо. Как ну положить? Нет, так не работает. Тут капитально плохо все. Ну вот, короче, обсудили, что реинфорсмент, это, значит, такая история, когда мы, когда модель у нас что-то делает, ей дается фидбэк, она подстраивается, пригождается там для какого-нибудь обучения, там, беспилотников там пытаются такое прикручивать, ну и так далее. Проворонили интернет, да. Согласен, согласен. Ну хорошо, в общем, обсудили с вами постановки задать. Давайте потихонечку двигаться дальше, не обещаю, что не буду пропадать, но осталось 10 минут у нас, надеюсь, что-нибудь успеем обсудить. Давайте перейдем к самому главному. Значит, самое главное, что у нас, а не очень понятно про реинфорсмент, ну задайте вопрос какой-нибудь, что объяснить про него. Да. Еще раз. Давайте нарисую схему такую, которую часто изображают. Значит, у вас есть алгоритм, ну, например, там алгоритм, который говорит, как нам там рулить машиной. А, нет доски, простите, сейчас верну. Вот, теперь есть доска. Значит, есть алгоритм, который говорит, как рулить машиной. Есть какая-то среда, то есть это вот, ну, условно там, улица, да, на которой машина ездит, и мы как-то получаем, значит, обратную связь. Что, опять там, да, опять пропадаем. Ну, кошмар, конечно, кошмар. Нормально. Ну вот, есть алгоритм, есть какая-то среда, с которой взаимодействует наш алгоритм. Алгоритм действует, делает какие-то действия, это еще что-то такое. Алгоритм делает какие-то действия, то есть, например, говорит, куда рулить, а среда дает обратную связь, то есть говорит, что, ну, сейчас плохо, сейчас хорошо. И задача алгоритма подстраиваться в каждый момент времени так, чтобы среда давала как можно более высокую награду. То есть, алгоритм чего-то делает, получает фидбэк, и должен настраиваться, чтобы в дальнейшем фидбэк был все лучше и лучше. Ну, вот, как бы общая концепция такая. Ну, мы на этом как-то задержались, про это у вас отдельный курс по выбору будет, если захотите. Вот, так что сможете поизучать. Чуть понятнее стало? Ну, капельку. Хорошо. Давайте дальше. Значит, самое главное, что нам нужно, когда мы занимаемся машинным обучением, это строить модели какие-то, алгоритмы. Собственно, алгоритм или модель, это синонимы для нас, это вот то, что делает прогнозы. Просто алгоритм – это слово скорее из советской школы, там модель – скорее англоязычное слово, ну, вот я буду то так, так говорить, то алгоритм, то модель. Значит, это какая-то функция А, которая принимает на вход объект из пространства объектов и выдает ответ целевую переменную. Вот. Какая-то функция. Давайте пример какой-нибудь приведу. Например, вот если у меня там задача предсказания цены квартиры, я могу записать так называемую линейную модель. Я беру там, скажем, площадь, умножаю на какой-то коэффициент там, W1. Беру там расстояние до метро, умножаю на коэффициент W2. Ну и так далее. То есть там с какими-то коэффициентами я могу просуммировать все признаки. Вот, пожалуйста, модель. Какая-то формула, которая нам там выдает по признакам прогноз целевой перемены. Ну еще W0 нужно, но про это потом поговорим. Сейчас-то непринципиально. И вот есть много разных видов моделей. Как раз-таки мы вот в нашем курсе будем заниматься тем, что будем разные там типы алгоритмов разбирать, как они устроены, где они хорошо работают, где плохо и так далее. Окей. Значит, это вот модель. Как правило, у модели есть параметры. Ну мы сейчас говорим про Москву, поэтому расстояние до метро у нас все-таки не 5000 километров должно быть. Значит, у каждой модели, как правило, есть параметры. То есть модель, она вот принимает на вход объект, а еще у нее есть какие-то параметры тета, которые определяют то, как она работает. Тета – это параметры. Ну вот, в нашем случае параметры модели – это вот эти веса. Вот. Значит, и дальше, вот есть у нас модель, есть у нее какие-то параметры, которые можно настроить. Нам нужно как-то эти параметры подобрать. Как? Так, чтобы модель давала качество получше. Нам нужно как-то измерить качество. Вот для этого, это последнее, наверное, будет определение на сегодня. Есть такая штука, которая называется функция потерь. Loss Function по-английски. Это какая-то функция, которая принимает на вход два ответа и говорит, насколько они плохие. Значит, смотрите, вот, например, вот для регрессии Y – это правильный ответ, Z – это то, что выдает модель. И, например, я могу вот такую функцию потерь задать. Y – Z в квадрате. Квадратичная функция потерь, так и называется. Это функция потерь, которая говорит… Сейчас я немножко покрасиваю. Это функция потерь, которая говорит, ну, типа, что чем дальше у меня правильный ответ от того, что выдала модель, тем хуже. То есть, еще раз, да, у меня Y – это правильный ответ, Z – это выход модели. И вот функция потерь сравнивает правильный ответ с выходом модели. Как-то. Можно по-разному их задавать. Мы много функций потерь с вами изучим. Я самую простую написал здесь. X – да, X – это квартира здесь у меня. Ну вот. Значит, функция потерь у меня измеряет ошибку на одном объекте. Сейчас, Илья, правильный вопрос задаете. Мы сейчас… Да, мы сейчас разберем это. Значит, функция потерь у меня измеряет ошибку на одном объекте. Ну, а если у меня объектов много, то нужно как-то усреднить, наверное, ошибки на отдельных объектах моей выборки. Это называется функционалом ошибки. Ну, это по-разному можно по-английски называть. Часто можно определить cost, типа cost function. Значит, что это такое? Ну, это какой-то способ усреднить ошибки на отдельных объектах вашей выборки. Обычно, как правило, функционал ошибки устроен так. Я ему даю на вход мою модель, даю на вход обучающую выборку, и он просто считает среднее по всем объектам обучающей выборки по моей функции потерь. Вот, то есть, да, еще раз, я взял и ты объект, я посчитал, я посчитал, значит, прогноз модели, сравниваю по функции потерь его с правильным ответом и усредняю это дело по всей обучающей выборке. Вот. Это вот как бы ошибка моей модели на всей выборке. Вот, Владимир. А, ну, вы как раз примерно это и дали. Это пример, но при этом в большинстве случаев у нас функционал ошибки будет именно так устроен, как усреднение. То есть, мы только там во втором семестре с вами доберемся до функционалов, которые устроены сложнее, типа там попарные какие-нибудь функционалы или еще что-то. То есть, в принципе, на ближайшие полгода можно считать это определением функционала ошибки, но дальше могут возникать какие-то более тонкие штуки. Вот. Значит, и что в итоге получается? Значит, получается, что у меня есть какая-то вот модель, у которой есть параметры. Я хочу эти параметры подобрать. Тогда я могу записать значит, мой функционал, ну, даже давайте без этого Q сразу буду записывать, что значит, беру среднее по выборке с этого тета. И вот, значит, хочу, чтобы эта средняя ошибка была как можно меньше. То есть, говорю, что у меня тут задача минимизации в этой штуке по параметрам. И вот это в большинстве случаев то, к чему сводится задача в машинном обучении. То есть, мы просто подбираем параметры какой-то функции так, чтобы ошибка у нее была поменьше. Например, берем вот такую вот линейную модель и у нее подбираем веса, чтобы хорошо в итоге вот эта вот линейная формула предсказывала нашу целевую переменку. Почему нет? Вот. И, значит, в подавляющем большинстве случаев у нас действительно будет все сводиться к некоторой минимизации. Дальше, конечно, много вопросов возникает. Какие модели бывают? Как выбрать функцию потерь? Как решить задачу минимизации? Это может быть задача, в которой вам там нужно минимизировать по миллионам параметров. Непонятно, как это делать. Ну, вот это все мы будем с вами разбирать. Будем выяснять, как это решать, как тут, значит, минимизировать, какие методы для этого есть и так далее. Но вот основные, как бы, именно термины мы разобрали, что вот у нас есть, значит, выборка, в ней там объекты-ответы, есть модель, есть функция потерь. И вот мы, собственно, через это все записываем задачу про то, как найти модель, которая меньше всего ошибается на обучающий выбор. Алихан, да, правильно говорите, что функция потерь должна быть... Да, как правило, мы требуем, чтобы функция потерь была неотрицательной. Давайте это прямо в определении отразим, что она неотрицательные числа переводит. Так, вот Алексей спрашивает, задачи с учителем могут быть без учителя. Например, ранжирование с проверкой по своим надуманным признакам просто потому что... Ну, может быть, да. То есть вы можете сами придумать какую-то обучающую выборку из головы, и тогда вроде бы разметки у вас нормальной нет, но вы решаете обучение с учителем. Да, такое может быть только смысла большого. Не имеет, это так может быть. Вот, такие дела. Ну, поскольку тут у нас и связь подводит, и в целом мы обсудили основные вещи, которые я хотел, можем на этом закончить. У нас еще пара минут, давайте я на ваши вопросы поотвечаю. Вам могло показаться, что все легко сегодня было, в следующий раз мы это исправим. У нас уже там, у нас сложность будет расти довольно быстро того, что мы обсуждаем. L не обязательно метрик, нет, L вообще не обязана быть метрикой в плане там метрики из ленинной алгебры. Да, это нет никаких требований. Формулировку мультикласс задачи, да, конечно. Значит, многоклассовая классификация, это задача, в которой у меня ответ выбирается из какого-то множества. То есть, у меня есть набор каких-то вариантов ответа, вот такой, и ответ у меня выбирается из него. Это многоклассовая классификация. Так, в линейных моделях только числовые признаки? Да, линейные модели умеют работать только с числовыми признаками, да, ну или с бинарными. Будет ли у нас большая аудитория в следующий раз? Ну, должны влезть, да, то есть у нас большая поточная, да, это вот, которая, как она называется, амфитеатр. Значит, про мультикласс, да, мультилейбл, то есть мультилейбл, мультилейбл, задача следующая, у вас есть К-классов, и ваш объект может относиться к любому подмножеству этих классов. Поэтому, если у вас, допустим, три класса, то вы кодируете целевую переменную вектором из трех компонент. То есть, например, говорите, что у вас объект относится к первому, второму классу, не относится к третьему. Вот это мультилейбл. Ну, пример, например, вы там диагноз ставите, и у вас может быть несколько болезней у пациента. Вот мультилейбл задачи. Чем дипленинг отличается от машин леунинга? Хороший вопрос. Есть глубинное обучение, действительно, есть машинное обучение. Значит, есть просто некоторый конкретный вид моделей. Это, ну, их называют нейронными сетями, не очень правильно, или там графами вычислений, это более правильно. Короче, есть вот там модели, которые устроены особым образом. В них там некоторые операции извлечения характеристик из данных повторяются много раз, там много слоев и так далее. И вот просто есть вот этот класс моделей, особо образом устроенный, называется там глубинными моделями по некоторым причинам, и их вот прям выделяют в отдельную область. Но при этом на самом деле в диплёрнинге концепции все те же. То есть, все, что мы будем здесь разбирать, там, как измерять качество, как обучать модели, как бороться с переобучением, это все то же самое в диплёрнинге, просто там особый очень сложный вид моделей. А так, это просто вот встраивается в общий фреймворк. Ну, про эволюционную выборку давайте в следующий раз. Сейчас уже как-то не до этого. Не до этого. Вот. Сейчас было и МО, когда будет П. Дойдём и до этого. Дойдём и до этого. В домашках будет П. Вот. Ну что, давайте тогда расходиться. Всё, спасибо вам большое. В следующий раз, надеюсь, увидимся с вами очно. Ну и на семинарах тоже, вот у вас следующая неделя уже не начинаются, тоже повидаемся. Всё, давайте тогда хороших вам выходных. Записи выложу, в каналчик отправлю. Всё, до свидания. Спасибо.